Не едут, а крадутся. Разгоняться здесь не рискуют даже опытные водители, ведь можно запросто остаться без колес. Дорога сплошь усеяна ямами. Этот участок улицы Интернациональная соединяет городскую детскую поликлинику номер 3 с основной трассой. При этом альтернативы дорога не имеет. Как по ней ездить? Я что-то дороги не вижу пока. То яма, то канала. Как по ней ездить? Медленно и печально. Плохая дорога, очень плохо ездить. Страдает подвеска и машина. Блин, я не знаю, хоть прям вокруг объезжает. Другой дороги нет, приходится по этой ездить. Очень ужасная. И по крайней мере это уже 10 лет она. У меня гараж находится здесь как бы. И чисто заляпают и все. Ежедневно по этим ямам вынуждены ездить родители, дети которых заболели. Многие и вовсе с температурой. За шлагбаумом ребенку должны оказать квалифицированную помощь, но доехать до нее бывает крайне сложно. Летом к этому потоку добавляется дополнительный. Родители собирают справки для детского сада. Правительство пускай проедет и посмотрит, какое ощущение здесь. Часто ездим, потому что живем в соседнем доме, в 23 корпуса 1. И вот такая дорога на протяжении года уже творится. Не знаю, за что транспортный налог платится. Но дорога, не знаю, даже слов нет. Вот потому что ездим периодически. Сейчас, например, я лично собираю в детский сад документы ребенку. То есть, получается, мы в поликлинике живем. И, соответственно, каждый день приходится вот это все преодолевать. На протяжении всего этого времени, сколько мы проживаем в Семчино, ездить здесь совершенно невозможно. То есть, маленький участок отремонтировали в прошлом году там, а остальная дорога на протяжении, до перекрестка, это просто невероятно. Ямы небольшие, многие не превышают ГОСТа. Но количество такое, что ровного участка асфальта просто не найти. Местами перепад высот подходит к 30 сантиметрам. Водителям приходится максимально сбрасывать скорость и особенно внимательно следить за дорогой. Звонили в администрацию, сказали, что начнем делать в июне. Как бы уже июль, и до сих пор дороги нет. Как не было, так и нет ее. Писали на сайт «Наш город 62». Отвечали, что в июле сделают. Но это уже после обращения даже через группу ВКонтакте к администрации города Рязани. Ну вот уже, считайте, середина июля, а пока никаких движений нет. Стоит отметить, что раньше эта ветка дороги вела в тупик, за которым начиналось поле. Теперь растет новый микрорайон. Число жильцов с каждым месяцем только увеличивается. В дополнение ко всему, дорогу разрушают большегрузы, которые периодически курсируют к стройке. За время работы съемочной группы мы видели три подобных машины. Это увеличивает нагрузку на дорогу, так же, как и число недовольных ее состоянием. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».